Сегодня завершился двухдневный визит главы государства Павлодарскую область. Президент посоветовал местному бизнесу быть активнее, а Акиму сделать доступной питьевой воду для самых отдаленных сел и следить за экологией региона. Глава государства также посетил несколько индустриальных объектов, в числе которых и Павлодарский нефтехимический завод. Он находится на реконструкции, и, как сегодня заверили специалисты, к 2016 году в Казахстане появится топливо стандарта Евро-4,5. Галия Марат обо всем подробно. Павлодарский нефтехимический завод не случайно оказался первым объектом посещения в программе президента. Делегация из Астаны даже проехалась на специальном автобусе по территории завода, чтобы увидеть все от масштабных изменений до мелочей. Реконструкция завода в рамках индустриальной программы еще продолжается. Здесь планируют отремонтировать шесть существующих и построить восемь новых установок и увеличить производительность по переработке сырой нефти до 7 миллионов тонн в год. Очень важный этот завод. Поэтому я лично слежу один из очень важных объектов индустриализации. Во-первых, сам по себе самый современный нефтепоработающий завод. Не только в Казахстане, я так считаю. Он был последним построен. Еще в советское время в министерстве какое было? Нефтехимое. Вместе с ним мы закладывали, начинали его, как самый современный. Вот теперь реконструкция, она не дешевая, но мы поднимаем переработку нефти здесь от 5 до 7 миллионов тонн. И тем самым обеспечиваем светлыми продуктами Казахстана. А вот казахстанские автолюбители с нетерпением ждут еще одну новинку от завода. Это бензин и дистопливо стандарта Евро-4 и Евро-5. На отечественных АЗС экологическое топливо такого типа появится к 2016 году. По крайней мере, именно к этому сроку завод планирует наладить выпуск Евростандарта. После окончания проекта модернизации завод будет выпускать нефтепродукты, соответствующие европейскому, всемирному требованию. Разницы не будет в том, что бензин был произведен на Павлодарском нефтехимическом заводе или каком-нибудь европейском. Но за всеми достижениями всегда стоят рядовые работники. И узнать об условиях труда и социальных вопросах можно из первых уст. Этим глава государства пользуется всегда. Да и местным работникам тоже есть что рассказать президенту. Работая здесь, в Павлодаре, я вижу, что происходит с ней в этой работе. Все меняется, все совершенствуется, строится. А нашему заводу отдано вообще второе рождение. Начиная со строительства новых, современных установок. Это предприятие Павлодарской области и вовсе входит в число уникальных в мире. В КСП «Стил» выпускают продукцию с непростым названием – ферросилико-алюминий. Это основной раскислитель стали. Его используют в производстве практически всех видов металла. Кроме того, как говорят специалисты, этот сплав повышает качество металла и снижает его себестоимость. Сплав так и назвали – казахстанский, потому что придумали его именно в нашей стране. Причем автором патента на уникальный сплав стал сам президент. Прежде всего ферросилико-алюминий – это та мечта, которая подоражила умы металлургов более ста лет. Более ста лет. Получать из бросового сырья, который уходит в отвалы на угольных разрезах, получать вот такой ценный продукт, очень востребованный в производстве стали. Об этом думали ученые и инженеры всего мира, думали более ста лет об этом, искали пути. Технология и сам сплав, патент были разработаны нашими отечественными учеными. Одним из авторов этого патента является наш глава государства. Стоимость проекта достигает 8 миллиардов тенге. Специалисты обещают, окупится он за 4 года. Расширяем наше присутствие не только на рынке Казахстана. Сейчас большая часть трубы до 60% у нас идет на экспорт. Это Россия и Соединенные Штаты Америки. Мы вошли в пятерку самых разных стран, по примеру. Вы поручили это в 2004 году? Изобретением казахстанского сплава активно интересуются и за рубежом. Сегодня президенту об этом говорили неоднократно. Выпускают этот сплав больше 400 металлургов, с которыми глава государства тоже пообщался лично. Вы на острие научно-технический прогресс. Это новые продукты для казахстана. Предприятия новые, перспектива хорошая. Желаю вам здоровья. Увиденным глава государства, по всей видимости, остался доволен. Но на встрече с местными предпринимателями и активом президент все же обратил внимание на слабые места региона. От малого и среднего бизнеса, развивать который в области спешат пока не все, до питьевой воды. Для многих районов и сел Павлодарской области чистая питьевая вода остается по-прежнему недоступной. Да и продукты в основном регион завозит со стороны. В область много завозит продукции, импортирует из России, из других областей. Мясом себя не обеспечивают, молоком не обеспечивают. Ну, а овощами и фруктами у вас тяжело понятно. Вместе с Акимом, Гарлогом Карамданом. Новому Акиму Павлодарской области, Канату Бузумбаеву, который приступил к работе в декабре прошлого года, президент наказал обратить внимание еще на экологию региона. Все индустриальные проекты, промышленные предприятия и электростанции, действующие на территории области, должны соблюдать экологические нормы и стандарты. Индустриальное развитие программы у нас есть, жилищная программа есть, развитие сельского хозяйства программа есть, социальная медицина, здравоохранение, образование развиваются. По всем вопросам все проблемы сейчас у нас решены, только надо работать. Теперь задача местных органов выполнять то, что надо. Есть задача, есть деньги, есть возможности.